Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуи Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Газель въехала в Ладу в Казани, при этом там же одновременно столкнулись еще три авто. Владельцы остальных машин решили не дожидаться приезда сотрудников ДПС и уехали в центр оформления ДТП. Водители Лады и Газели остались на месте происшествия, так как одна из машин не была пригодна для движения. Водитель грузового авто врезался в Ладу таким образом, что она отлетела на несколько метров вперед. Помимо повреждений кузова, у Лады разбилось заднее стекло. Газель после столкновения перестала заводиться вообще. Чтобы автомобилист не замерз в холодной машине, пришлось ждать приезда автоинспекторов в автомобиле друга. Камера домофона в Нижнекамске зафиксировала нападение молодого человека из Челнов на местного жителя. Во время инцидента челнинец приставил оружие к голове нижнекамца. Сотрудники полиции быстро выявили подозреваемого. После задержания молодой человек записал видеообращение с извинениями. По его словам, он был пьян. А конфликт начался в подъезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». На полосу препятствий пожаловались родители учеников Ижевской школы. По их словам, дети вынуждены ползти под забором. Потому что дополнительная калитка, которой все раньше пользовались, теперь закрывается. Администрация школы ответила, что для учеников всегда доступен главный вход, оборудованный чипом. Дополнительную же калитку охрана открывает в начале и в конце занятий. Администрация школы пообещала, что дополнительный вход оборудуют чипом после каникул. А значит, ползти под забором ребятам больше не придется. Казанские коты воруют средь бела дня. Очевидцы засняли на видео пушистого хулигана. Сообщают, что котик зашел в один из магазинов на проспекте Победы, выбрал себе корм и стащил его. Он решил не убегать с добычи, а съесть все прямо в магазине. А вот вороны куда умнее кошек, так считают специалисты. Птица проклевала дыру в московскую квартиру и напугала семью на кухне. Ворона заглянула в гостя через вентиляцию. Залететь в комнату она не смогла. Застряла из-за кухонного шкафа. Спасатели освободили ее и выпустили через окно. Птицы подлетают к вентиляционным отверстиям, чтобы согреться. Некоторые даже пытаются свить там гнездо. Так в вентиляционной шахте оказываются взрослые особи и птенцы. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24.